Цикл истории об освобожденных героях, бывших заложниках боевиков на этой неделе в выпусках новостей UATV. Сегодня расскажем об Александре Калине, киевляне, военнослужащем батальона территориальной обороны Горынь. Боевики захватили его в районе Луганского Донецкой области. В застенках у террористов Александр Калин пробыл почти два с половиной года. О возвращении украинского воина на свободу в материале Андрея Яковина. Около полудня 13 сентября 2015 года четверо бойцов батальона территориальной обороны Горынь заняли позиции неподалеку от села Луганское в Донецкой области. Начал с собой. Под прикрытием минометного обстрела диверсионно-разведывательная группа боевиков приблизилась к позициям украинских защитников. На тот момент трое украинцев получили ранения. У живых остался только я. Я вышел с окопа после того, как они сказали, что будут бросать гранаты. И он сказал, я стрелять не буду. Я у него переспросил, действительно не будешь? Он сказал, даю слово офицеру российской армии. Тот день Александр Калин называет самым черным в своей жизни. Они мне когда спросили, типа, ну, какое-нибудь там пожелание, типа, я им попросил только, чтобы, если что, тело передали на Украину. В этот же день боевики провели первый допрос. Первое, что он мне сказал, он мне спросил, куры ты будешь? Я, конечно, от неожиданности молчал. Он спросил, типа, ты что, оглох или онемел? Я говорю, да не, я говорю, не ожидал услышать украинский язык. Он говорит, так я родом с Ровенской области. Здесь, типа, живу давно и защищаю свою родину от украфашистов. Я сказал, что я, в принципе, это моя родина и приехал я защищать свою родину от сепаратистов и русских оккупантов. Ну, правда, потом я себя неважно чувствовал после этого, но сказать сказал все равно. Боевики удерживали Александра в заложниках два года и три с половиной месяца. Треть срока он просидел в переполненном подвале. В комнате архива СБУ в подвале там железные стеллажи с железными полками. Между полками расстояние как раз вот так локоть вмещается. Вот отсюда, сюда. На этих полках мы и спали. У нас тогда было где-то человек 30 чем-то, наверное. Ну, до меня, говорят, что было и по 50, и по 80 человек, и до 100 человек. Однажды Александру удалось договориться с конвоиром о звонке домой. Я позвонил, жена плакать начала. Сказал, чтобы не плакала, пока я еще жив. Все нормально. Надеюсь, что буду дома когда-нибудь. Обмен заложниками состоялся на линии разграничения в районе Майорска. Четыре часа мы сидели, нервничали, ждали. Ну, мы уже думали, что нас повезут обратно. Ну, потом все-таки поменяли. Друзья, сегодня знаменитый день. Освобожденных в Киеве встречали всей страной. Всех освобожденных отправили на лечение. Во время новогодних праздников волонтеры организовали для них поход в кинотеатр на просмотр фильма «Киборги» о защитниках Донецкого аэропорта. Что, Киборги? Слава Украине! Мне его тяжело было смотреть. Ну, если бы я там не был в армии, мне было бы и не так тяжело, а так, в принципе, после того, да еще после пьяна, тяжело смотреть. Ну, фильм хороший, конечно. Спасибо Кипору вам, да? Еще несколько минут назад актер и режиссер фильма «Киборги» Ахтем Сейтаблаев был на сцене театра. После спектакля торопится на встречу с Александром Калиным. Добрый вечер. Давай, Александр. Саша, да. Добрый вечер. Мы не так уж. Присаживайтесь. Нет, сына, тату. Мама, в дома? Покладь, чай, пожалуйста. С одного боку, это как данный на... С одной стороны, это как дань благодарности тем, кто воевал, воюет и защищает. С другой стороны, что я могу рассказать добровольцам, военным? Пацаны, которые со мной смотрели, некоторые выходили даже посреди фильмов. Поэтому мы решили, что будем снимать фильм для гражданских. Для тех, кто почти ничего не знает о войне или хочет понять, что, собственно, болит. На что надеются, о чем мечтают, о чем разговаривают друг с другом люди там, на передовой. У Ахтема и Александра много общего. Возраст. У обоих по двое детей. Одинаковые цели в жизни. Каждый из них сделал все для того, чтобы Украина оставалась свободной и независимой. Спасибо. Спасибо. Добрый приемлемый. Мне не дает. Спасибо. Держать вас. Селешно, спасибо. Спасибо. Андрей Яковин, Дмитрий Гришко и Александр Бугай. ЮАй-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова